Всем привет еще раз, кого не слышал, не видел, давно, и с кем только что разговаривал. Первое небольшое объявление будет по поводу продвижения товаров. Все знают, как сейчас на данный момент происходит продвижение. Это несколько вариантов, несколько людей, несколько организаций, подход разный, но всех в основном объединяет одно. Продвижение идет в основном одной ключевой фразой. Соответственно, продвижение идет одной ключевой фразой. Стоимость сейчас колеблется от 100 долларов и выше. В основном между 200 и 300 долларов, по крайней мере, что я знаю. За 100 долларов не знаю, я слышал, работают как бы люди, но качество желает быть лучшим. Всегда есть разные схемы, безопасно, небезопасно. Надо понимать, если вы задешево делаете, соответственно, вероятность того же IP, не смены и всего остального будет достаточно высокая. Ко мне несколько человек обращалось за последние, наверное, неделю. Я сначала не понимал, в чем проблема, потом понял. Есть у нас одна организация, которая любит, ну не знаю, какие-то такие вещи рассказывать для людей, несведущих. Я, по большому счету, невеликий программист, но как бы с ними общаюсь по роду деятельность, так скажем. И сейчас на данный момент пошла какая-то тема о том, что индусы, оказывается, кладут в гифт, кладут, точнее, в корзину товар, и ваш товар идет в резерв. И они вам могут сначала много положить товаров по вот эту корзину, этот корзин, и типа вы не сможете там продавать. Это все какие-то вводят людей в заблуждение, на самом деле, в резерве совершенно не эти товары находятся, так что голову себе не забивать. И второй момент – это то, что вас в будущее могут забанить, потому что индусы кладут, опять же, в корзину и так далее, и потом оттуда не вынимают. Это тоже бред собачий, потому что на самом деле все делают одно и то же. И я сомневаюсь, что кто-то сидит и вытаскивает, убирает, вставляет, 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 убирает, вставляет. Это, во-первых. Во-вторых, все работают по-разному. Не надо всех под одну гребенку и говорить, вот у нас вот все суперкласс вообще, вот суперкласс. Но вот мы вот месяц назад так работали, сейчас вот так, а через месяц, может, вообще заново будем. Еще что-то новое придумаем. Вот, из-за этого не верьте никому, с индусами я знаю людей, те же самые, кто обучением этим занимается. Еще там с начала года я знаю людей, которые продвигали через индус. И как работали, они так и работают. И ничего не поменялось. Ни стратегии, ни тактика. Как добавляли в корзину, шоп-лист, виш-лист, я не знаю, вопрос писали, социальные сети. Голосовали за ваши хорошие и против ваших плохих, соответственно, этих отзывов. Вот, все это как было, так оно и есть и сейчас, по нынешний день. Хотя у всех стратегия реально разная. Она у всех разная. Вот, я знаю разных людей. Вот, многие работают по-разному. Я сейчас, например, работаю вообще не с индусами, а с русскими, так скажем. То есть у меня есть несколько человек, которые мне выполняют работу. Во-первых, я всем советую очень внимательно обратить внимание при заключении договоров и всего остального, чтобы вам давали 100% гарантии за выполнение денег. Когда вам начинают втюхивать какую-то лажу о том, что 70%, 80%, поймите одно. Если вы продвигаете товар, у любого товара есть, там, я не знаю, 2, 3, 5, 6 ключевиков высокочастотников. Все остальные – это низко-среднечастотники. И когда вам дают 70%, 50%, 60%, 80%, то о чем говорят, что, скорее всего, высокочастотники продвинуты не будут. И когда вы оплачиваете по 50 долларов, у вас там 45 долларов получается, вы продвигаете низко-частотники. И все. И за это, если вы считаете, что вы готовы заплатить за это, за низко-частотники, тогда вы, соответственно, и спрашиваете 100% гарантии. Вот. А все остальное – это лотерея. Я вот, мне как-то так сложилось за последнюю неделю. Человек 7-8 обратился по поводу того, что они не могут продвинуть высокочастотники. Потому что, еще раз говорю, программными способами, неручными способами, высокочастотники практически продвинуть никто не может. Потому что у меня есть люди, которые могут продвинуть даже iPhone-чехлы 7 на первой странице. Вот. Это будет стоить, да, там, я не знаю, 500-600 долларов, надо разговаривать. Каждый случай отдельный. Вот. Плюс не забывайте, что надо, чтобы товар был у вас очень важно оптимизирован. И за это, когда вы экономите на нормальном лейсинге, оптимизированном, потому что даже если у вас лейсинг сделан заточен классно, кто-то его сделал, например, за деньги, не факт, что он подойдет под эту стратегию. То есть его можно скопировать и убрать, и залить новый лейсинг. Я имею в виду, в первую очередь, keyword, title, там, bullet и так далее. Потому что очень важно упор сделать на те фразы, которые будете двигать. Везде. Вот. Из-за этого не каждый лейсинг вам к этому подойдет. Это очень важно. Вот. Но даже если у вас этого нет, если с вас вообще это не спрашивают, это значит просто, ну, это непрофессионально. То есть в любом случае без нормального лейсинга там делать нечего. Вы, во-первых, продвигать вас намного сложнее. И нормальные люди вам всегда укажут на это, что вы должны сделать. Что пейперклик вы будете запускать качественно у реальных профессионалов компанию. Вам обязательно будут кейворды делать. Что я буду вам продвигать товары, обязательно буду кейворды делать. Если вам продвигают без кейвордов, это все фигня. И не важно, если в одном месте вы сделали, а в другом месте будет продвигать. Все должно быть в едином. Ну, по крайней мере, я так считаю. Второй момент. Очень важный. Это еще раз говорю. Те кейворды, как вы будете продвигать. Так что всегда уточняйте и спрашивайте. Сейчас, на данный момент, мы просто всегда продвигали по одному ключу. Это стоило в основном, я еще раз говорю, 200-300 долларов. Без таких вот непонятных слов. Потому что многие просили низкочастотники продвигать подешевле. Многие просили какие-то такие нереальные слова. Сейчас мы как бы уже сформулировали предложение. И получается, мы сейчас предлагать будем, в четверг будет человек рассказывать по конкретному же предложению. Как он это будет делать? Приходите, задавайте вопросы. Человек будет рассказывать русскоязычное. Он сам это делает. Забыл еще сказать, что мы делать будем это не программно, а именно вручную. Потому что вручную это эффективней. Не знаю, почему так получается, но я многие знаю. Я знаю даже программно, как можно усилить эту, так скажем, возможность продвижения высокочастотников. Но в любом случае это все дорого. И получается, вот на данный момент, не зря индусы, пакистанцы и все остальное. Но сейчас вот уже и наши товарищи это делают. Соответственно, получается, мы всегда продвигали один ключ. Один ключ на первую страницу со стопроцентной гарантией. И держим как минимум 10 дней. Если товар не оптимизирован, он меньше держится. Имейте в виду. Если оптимизирован, он дольше держится. Но все зависит от многих факторов. Но 10 дней вам гарантированно держится. И после этого только у вас забирают деньги. Второй вариант. Это мы всегда делали абонентская плата. То есть вы там 10 дней продержались. Вы понимаете, что ваша продажа недостаточно. Там очень крутая конкурентная ниша. Или вы не готовы. Или у вас еще отзывы не подтянулись. И вы начинаете сваливаться. Вы можете заплатить за месяц ту же самую сумму, за которую вас продвинули. И вас будут держать еще месяц. Это второй, так скажем, вариант. И третий вариант, наконец-то, я договорился с людьми очень долго. Все это вы считывали себе стоимость. Это продвигать низкочастотники. Чисто низкочастотники. Вот. Это значит, сейчас такое предложение. Это 400 долларов будет стоить 12 низкочастотников. Вы предоставляете 15-20 низкочастотников. Низко и среднечастотников предоставляете. Человек смотрит, высчитывает. И, соответственно, там, в основном это занимает около двух недель. Мы уже через две недели возвращаемся, просчитываем, смотрим. Опять же то же самое. Это стопроцентная гарантия, что вам выйдут эти конкретные ключи. Будут держать 10 дней. После этого придает оплата. Если какие-то ключи не продвинулись, мы их просто заменяем, соответственно, из тех, которые у вас есть. Если нет, если там, ну, какие-то проблемы, соответственно, вам возвращают пропорционально невыгодные ключи. То есть вывели половину, вам вернули 200 долларов. Все. Я считаю это честно, прозрачно. И не надо надеяться, что вам на халяву тяплят, там, кто-то там что-то крутит, вертит, выведут товар. Вот. По поводу месяца то же самое. С гарантией после месяца оплаты. То есть люди продержали. Все. Я считаю, любая услуга должна быть с гарантией быть в качестве. Если гарантий нет никаких, это все просто какой-то лоходрон. Вот. Так, сейчас на вопросы отвечу, если какие вопросы есть. Так, по Европе. По Европе программы вообще никаким не пользуемся. Вот. На Европу планируем, но в процессе. Это не так быстро. Как что будет с разным шумом? В программе проблемы. Как продвигать? Через... У меня схема простая. Сделался нормально оптимизированный лисинг. Сделал искусственный выкуп товара через Сергея. Вот. Потом смотреть, анализировать продажи, что у нас произошло. Но очень важно заточить лисинг под это. После этого по правильным ключам мы продвигаем товар. Выводим его на... Ну, в основном, значит, с 5-м ключам мы делаем раздачи. После этих раздач мы, соответственно, уже анализируем, что дальше делать. Или ППЦ человек выбирает. ППЦ можно тоже делать разными способами. И очень агрессивно, очень серьезно. Но для этого надо, я считаю, однозначно нанимать спецов. Вот. А если, так скажем, для сбора статистики, для каких-то элементарных вещей, там, то можно, в принципе, и сами. Лисинг у нас нисколько не стоит. Он входит, по большому счету, в наше обучение, которым мы занимаемся. Это, на самом деле, просто групповой тренинг и индивидуальный тренинг. Вот. В этом тренинге мы просто... Я лично показываю, как надо самому сделать лисинг. Когда вы будете это уметь, вы сможете спокойно дать задания людям корректно. Ну, и в первую очередь, сами-сами уметь будете эти лисинги делать. Ничего там сложного нет. Это все разговоры об этом. Из-за этого будет просто какая-то механика, понимание, как надо делать. Вот. Ну, по-другому я не знаю, как. Я не вижу смысла что-то такое невероятное делать. Я могу сказать, что есть много разных стратегий, есть много разных путей, как идти. Я расскажу, по крайней мере, свой. Евгений расскажет свой вариант. Я нигде рекламу не делаю. Так чего рекламировать? Я не рекламирую. Если рекламировать, вы имеете в виду свой товар, точно не Инстаграм. Вот. Я исключительно... Чем мы занимаемся? Мы гоним внутренний трафик. Мы на внешний трафик не вышли. Ну, сколько раз пытались через внешний трафик прогоняясь, но не получается. То есть, у нас нет такого, там, серьезного бренда, нет такой серьезной истории, чтобы туда, так скажем, еще внешне прогонять. Не знаю, Владислава Кучеткова. Может, и знаю, но по имени мне в голову не приходит. Ничего не могу сказать. Вот. Я с кем работаю просто. Я их проверяю, я за них отвечаю. И за это я являюсь там гарантом. Других... Я знаю Владимира, нашего GTR-вм. То есть, он здесь вот этим занимается. То есть, я знаю, что он может, а он мне помогает. Иногда я ему в чем-то помогаю. Вот. То есть, мы, так скажем, деньгами не делимся, так скажем. Он работает параллельно. То есть, должна быть альтернатива. Вот этого человека я не могу сказать, знаю или не знаю. Вот. Людей много, в принципе. Я достаточно много знаю людей, которые занимаются продвижением. Это не моя специфика. Это просто дополнительная услуга, в основном, для наших учеников. То есть, то, кого мы сопровождаем, мы, естественно, должны довести товарищи до результата. Если не будет этих инструментов, до результата их просто нереально довести. Просто можно тупо все, например. Вот вы приходите к человеку, например. Какой может быть? Вот два вида обучения, например, коучинг. Я не знаю там, или как я себе вижу это. Человек пришел, ему говорят, выбрать товар. Говорят, ну набери. Он выходит, вот у меня есть, например, жирные ниши, так скажем. Это, ну как минимум, 700 запросов. Да, там что-то дублируется, что-то повторяется и так далее. Например, там расчетка деревянная, железная, оловянная и так далее. То есть, это в любом случае расчески. Но 500-600 ключей есть таких жирных ниш. Соответственно, человеку говорят, бери там can opener, я не знаю, бери точилку для ножей. Они всегда продаются типа. Вот, не объясняя, почему брать, зачем брать. Человек берет. А ему это дают, потому что там реально продается. Вот, человек берет жирную нишу, которая мощная, очень серьезная. Договаривается, привозит, там, толком ничего не объясняя. Привез, все, все нормально, все нормально. Теперь вот иди к Саньку, там будешь фотографии делать. Он отправил туда товар, ему сфотографировали. Какой ракурс, почему именно так, тоже понятия не имеет. Следующий этап. Теперь вы, значит, что там у нас, лисинг. Лисинг, вот к этому индусу иди. Вот он столько стоит. Индус сделал лисинг. Как вы проконтролируете, что он там сделал вообще, как сделал. Ну, говорят, что круто. Ну, круто, значит, круто, е-мое. Сделали лисинг, фото, все красиво. С ценой там прикинули, ну да. Сделали коробку обязательно, наверное, в первую очередь. Запустили этот лисинг, отдали. Денег давай на индусов. Потому что, ну а как? С таким товаром у тебя товар ни о чем. Деньги давай индусам. Ну, дали денег индусам. Деньги индусы вывели на первую страницу. Все, продажи как бы пошли. Тебя там поддерживают. Вот весь результат. Не дай бог ты там не зацепишься, в аутовсток улетишь. У тебя знания ноль. Ты начинаешь все с нуля. Опять. Ко мне так люди и приходят часто. Потому что нет знаний. Из-за этого по тому же лисингу все абсолютно то же самое. Вы должны знать сами, как это делается. Потом вам будет проще давать тем же индусам задания. Вы понимаете, как эти кейворды выстраивать. Как их делать. И опять же, это не какая-то высшая математика на самом деле. Большого ума там не надо. Это просто порядок слов и там, я не знаю, софт. Софт расставили, выстроили, как вам нравится. Потому что я еще говорю, я знаю приличное количество техник. То есть, ну, каждый по-разному делает. Вот. И надо понимать, что за деньги для вас мало кто-то что-то будет делать. Инду за 25 долларов, который недавний товарищ всем рекламировал, а теперь там другие товарищи там за 250 тоже самое делают. И что за 25 он одинаково сделал, что и за 250. Все будет одно и то же. Кому-то вкусовщина нравится, не нравится. Если бить нормального задания, это все бестолковое занятие. Еще забыл сказать, кстати. Тут у нас сейчас огромное количество просто услуг вокруг Амазона. Просто огромное количество. Помимо нормальных софта, в которых очень много лишнего, непонятного. Есть еще такая тема, что предлагает всякую херю. Вот сейчас я, например, заказал софт по поиску товара. Просто мне нехали искать товар. Сосредоточиться, сконцентрироваться на нем. Особенно если искать ниши. То есть, мне, например, нужна линейка. Я, то есть, линейку хочу там 3, 4, 5 товаров вывезти, предположим. Вот. Сложно. У меня есть определенный критерий, по которым я дал софт. Его сейчас сделаю. Вот. Будет этот софт, я предложу. Я могу сказать, если кому-то не терпится, можете зайти на Fiverr за 15, за 50, за 40 долларов. И ищут вам товар по определенным критериям. Вот. Это не просто. Я не понимаю. То есть, мы вот с учениками пытались как-то подобрать товар и так далее. Не понимаю я. То есть, вот как они делают, мне непонятно. Я вот понимаю сейчас, что мне надо. Я от этого отталкиваюсь и вот жду этого софта. Ну, мне сказали, не меньше двух месяцев будет делать. Вот. Но. Сейчас есть у нас опять архаровцы, которые предлагают очередные вот эти вот поиски товара. Вчера человек, уже два человека ко мне обратилось. Вчера вот у меня просто был вообще, ну, убийственный просто случай, когда человек заплатил деньги, ему дали просто такие товары, что, ну, я не знаю. Просто вот если бы я сейчас назвал, это просто неприлично будет. Ну, это можно сказать, вот зайдите в там бестселлеры. Вот просто в бестселлеры сейчас зайдите. В каждой категории, например, спорт, детские там товары и так далее. И вот тупо оттуда возьмите товары. Вот прямо они там будут. Вот спортивный сейчас откройте, там, второе, третье место им дали. Возьмите Home Kitten, второе, третье место ему оттуда дали. То есть, такой еще не то ли не ищут вообще, просто берут бестселлеры там, фигачат. Где-то не платите, ничего, за вас никто ничего не найдет. Вот, профи, я слышал, что есть люди, которые, америкосы, там, за 200-300 долларов находят трендовые товары. То есть, платите только за трендовые товары. Что такое трендовые товары? Вы в Google Trends это все увидите. У вас была полоска ровная, потом бам и понеслось. Вот это трендовые товары. Критерию уж я объяснять не буду, я думаю, все и так знают. А кто не знает, это не поймут. Вот, но по трендовой, то есть, Google Trends просто откроется и увидите тренд. То есть, это товар, который не продавался сейчас, там, ну, например, какой-нибудь там кубик вот этой релаксации. Такой маленький, он там 3 доллара стоит. Мы смотрели под Новый год, они в ноябре только пошли. Посмотрите тренд его. Вот, и в ноябре они пошли, там цена была чуть ли не по 20 баксов. А сейчас, по-моему, 3 доллара, 4 доллара. Ну, там такой тренд был, то есть, он и сейчас идет. Сейчас он, конечно, на спаде, то есть, он там уже не так растет. То есть, вот, 2 месяца назад он только появился. Вот это называется трендовый товар. Так что, очень, очень внимательно, когда любую услугу заказываете, любую абсолютно, имейте в виду, что требуйте 100% результата. Если с вас требуют деньги вперед, вы должны понимать, за что. Если вам обещают 80% вывода ключевых слов, вы проверяете, чтобы из 10 слов, которые вас вывели, вам вывели 8 хотя бы. Ну, потому что сейчас на данный момент получается ситуация, что постоянно что-то придумывается, придумывается, услуг все становится больше и больше, просто ко мне люди обращаются, получается, я что-то знаю. Вот. Из-за этого не тратить лишние деньги. Ну, вот. А если тратите, то, по крайней мере, спрашивайте за это. Ну, потому что потом будет неприятно. Так, я, как бы, тему, думаю, раскрыл. По обучению еще, вот, у меня вопрос подытожу. У нас нет никаких курсов. Не надо у меня спрашивать, когда у вас курс начинается, когда заканчивается. У нас другая песня. История совсем другая. Мы занимаемся не курсами, не обучением, не там новичков, там, не... У нас простая система. Каждую неделю у нас идет все одно и то же. В субботу, в воскресенье, если групповые занятия идет, общее собрание. На нем мы обсуждаем проблемы, которые у нас возникли в течение недели. С него мы на этом собрании что-то новое рассказываем. То есть, какие-то, может быть, там, интересные вещи. Вот. Или отвечаем так же, вот, как вот такой же лайф. Вот. В течение недели у нас идут вот индивидуальные занятия, то есть, конкретным товаром. Вот. Ну, вот и все. Из-за этого каждую неделю человек может заходить. Заходите там на этом. Занятие ограничено только время. Сейчас на данный момент 4 недели. Как мы начинали, мы так и делаем. 4 недели. За 4 недели вы поймете всю механику. Вы научитесь писать. Я не знаю. Если вы в группе будете по выбору товара, вы точно будете знать, как выбирать товар. Плюс мы добавляем в Facebook группу там навсегда. То есть, у нас не будет такого там, сегодня ты деньги пристал платить, до свидания. Плюс я на данный момент оставляю пока всем доступ до своей вот этой базы. Вот. То есть, люди как бы пользуются, смотрят, общаются. И по поводу выбора там товара, вы в любом случае будете знать механику. Ну, это 100%. Я не знаю. В голову я точно это вобью. Ну, и с Евгением. Если по продвижению, все то же самое. Механика будет однозначно понятна. Но другие товары, десятки других товаров. В любом случае, это решение просто задачи. То есть, если выбор товара, вы должны выбрать товар. Все. Если вы не успеваете выбрать товар, ну, разные ситуации бывают. Вы можете продлить этот еще там месяц. Можете не продлевать. Самый оптимальный вариант, вы выбрали товар, получили механику. До выбрали его позже. Привезли, мы дали там контакты, дали различную информацию. Да и мы потом общаемся. У нас нет такого, что обратной связи нет. То есть, пропали и все. Вот. То есть, ваша задача выбрать товар. Все. С Китаем там особо проблем нет. И те проблемы, которые там есть, мы тоже особо не решим. То есть, мы, естественно, дадим и форвардеров, и все там. Но это нет особо больших проблем. И посредники должны там решать. То есть, в любом случае, это не проблема. А потом уже начнется основная задача. Это когда товар поедет на Амазон, надо подготовить лизин. Можно ничего не делать, а делать все с мамой. Да, фотографии. Можно, опять же, посоветоваться. У нас есть кто это контролирует. Есть кто может, в принципе, сам сфотографировать эти товары. Ну и все. А потом начинается просто запуск. Имейте в виду, что начальный бус лучше использовать по максимуму. В принципе, я думаю, все. По поводу обучения и всего остального, просто мне в личку напишите. По скайпу созвонитесь, я все расскажу подробно, если вам интересно. Ну вот, то есть, там никаких секретов нет. Вот все, что в шапке, в шапочке нашей группы написано. Группа по 10-25 человек, личная консультация. Ну, то есть, все, что там есть, так оно и есть. Так, значит, дальше. Привет всем. Вопрос после того, как открыл лисинг. Максимум, через какое время должен быть доставлен товар в склад Амазона? Да никакого времени вообще нет. Очень долго бывает ей товар. Вот, я могу сказать, когда мы запускаем лисинг, и мы его вообще не выпускаем, так скажем. Мы делаем пустой практически лисинг. Кейворды вообще не ставим. В тайтл они ставим ключевые слова, по которым будем двигать. Фотографии там одну какую-нибудь вшивую кинем, да и все. Когда мы выставляем полностью весь лисинг, то есть, description, буллеты, кейворды и все там остальное, ценообразованием занимаемся. Фотографии. Это именно в тот момент, когда начинаем делать искусственный выкуп товара. То есть, Сергеем заведомо договорились, определились. Вот сегодня начнутся продажи. Мы выставляем, чтобы максимально минимизировать и максимально увеличить срок нашего микробуста, вот это, который даст нам Амазон. Плюс раздача мы будем делать и, соответственно, ну, надеяться на лучшее. Как правило, все это работает. Из-за этого по времени, ну, бывает, пароходом, например, товар идет, бывает по-всякому. То есть, время ограничения какого-то я, по крайней мере, с таким ни разу в жизни не сталкивался. То есть, как правильно кейворд прописывать, удалять дубликаты и просто набор слов или фразы прописывать. Но посмотрите видосы предыдущих лайвов. Вот, я вкратце могу сказать, техник много, кому как нравится. Я делаю повторяющиеся фразы без запятых. Вот и все. А с определенной последовательностью, вот, естественно, удаляю длинные фразы, которые состоят из двух маленьких фраз, например, составных. Удаляю обязательно зеркала фразы, не удаляя во множественном числе. То есть, в принципе, вот так. Ну, более подробно, чтобы, то есть, и еще раз говорю, бывает, кто делает без повторений. Бывает, кто делает через запятую, с повторением, без повторений. Кому как нравится. Кто-то пять тысяч символов до сих пор забивает, я забиваю две. А сейчас стремимся еще меньше забивать. Все меньше, меньше и меньше. Чтобы более, особенно на старте, мы хотим показать свой товар, то есть, как вот, я не знаю, стрела. То есть, максимально заточенная, максимально на то, что мы продвигаем. То есть, задача одна. Я ни разу, я не знаю, в Amzewan'е ни у кого не видел 100 фраз, которые, например, у нас индексирует Amazon. Ну, не видел я, не обращал внимания, может, я не знаю. Мы индексируем там, я не знаю, 30 там, а то и, ну, там, ну, 50 фраз. Ну, зачем писать тогда пять тысяч вот этих ключевых? Я понимаю, там, фраза, там, конечно, состоит из большего количества слов, но в любом случае. Ну вот, мы сейчас на данный момент делаем так. Вы можете делать, как вам нравится. Так, задаем вопросы. Что еще интересного есть? Напоминаю, в четверг будет, я надеюсь, если меня не подведет, человек расскажет про свой способ вот этого продвижения, как раз типа индус, типа в кавычках. Вот. Он как раз занимается вот этим делом. Так что я его уже проверил, мы уже продвигали много достаточно высокочастотников, никаких проблем нет, низкочастотников. Вот. То есть я пользуюсь несколькими людьми, просто все не загружены. Вот. Но упор здесь, как бы, на высокочастотниках мы... Нет проблем. Можно индусам обратиться, можно к Владимиру обратиться, можно обратиться ко мне. Это не проблема, потому что сейчас предложений достаточно много. Кому как нравится, все, кого я перечислил, все работают хорошо. Кто-то лучше, кто-то хуже, кто-то быстрее, кто-то медленнее. Кому-то, с кем больше нравится работать, с теми работайте. Вот. Но по низкочастотникам проблема огромная. Я очень со многими пытался это договориться уже давно, потому что я сам продвигаю кейворды через низко-среднечастотники. И Pay-Per-Click также. Вот. И мне это просто для поддержки нужно. Но не получалось до этого. А какой вопрос по поводу регистрации, я просто не знаю. Напишите в любом случае вопрос. Если я знаю, я, естественно, не отвечу. Если не знаю, не отвечу. Ну, тут сложно понять. С баном при регистрации никто не может сказать точно, потому что, ну, просто непонятно. Сразу что в голову приходит, это какой-то паленый IP-шник или похожая фамилия. Там американцы нас, наверное, разделить не могут. Не могут никак. Вот сидят там. Или индус какой-нибудь кривой. Почему-то в последнее время какая-то фигня с регистрацией. Вот. У меня вот у людей, которые регистрируются, таких проблем нет. У меня есть один человек, в принципе, есть, живет во Франции, организовывал, значит, аккаунт. У него какие-то были проблемы. Вот. Он очень долго с ними переписывался. Дошел, короче, до помощника, хозяина этого Амазона. Вот. И, короче, с бейзисом переписывался, переписывался, переписывался. Пока переписывался, открыл новый аккаунт. Спокойно. Уже там, на жену, например. А пока переписывался, и в конечном итоге ему открыли тот аккаунт. Вот. И мы думали, что делать? Два аккаунта. Вот реально два аккаунта. На одном IP там. Разные имена только записаны и все. Вот. Мы в конечном итоге решили, что надо написать службу поддержки. Предупредить, что вот соседи там, туда-сюда, там имена разные, все-таки слава богу. На одном IP и все им разрешили. И у человека сейчас два аккаунта. Вот какая у нас история. То есть, в любом случае, тут вот такие вот моменты. Сложно сказать. Но пробуйте оформлять на другого человека. Просто там у них... Просто представьте, какое количество людей, кто там, например, им деньги не заплатил, кто-то там нарушил правила. И похожими фамилиями, именами, там, я не знаю, адресами. Но они путают. Может быть так. Я не знаю. Как вы продвигаете смысловательные ключи? Я уже сказал. Оптимизирую листинг определенным способом. В принципе, я много раз про это рассказывал. Не хочется вдаваться подробно, если посмотреть видео. Оптимизировали листинг. Сделали на основе этого листинга. Обязательно связали насмерть этот тайтл. Буллеты по возможности. Кейворды по ситуации. Ой, кейворды. Кейворды, значит, заточили. Сёрст-терм. Потом, значит, тайтл связали с кейвордами. Буллеты по возможности. Как некоторые говорят. Вообще круто, когда буллеты связаны, например, то есть у вас какие-то фотографии как-то так сделаны, что можно буллеты с фотографией, например, связать. Можно буллеты, вот эти, например, главных преимуществ, ещё и являются, если ключами, например. Это круто. Вот. И, соответственно, уже остается только description. Но description уже по ситуации. Его, естественно, там, это уже текст просто писается. Он там индексируется. Я даже не знаю, как, куда он там. Ну, понятно, в Google он индексируется. Ну, как он на Amazon влияет, не могу ничего сказать. Надо не забыть, в любом случае, когда у вас новый товар, вы должны понять, как он индексируется. Вот. Но так как он новый, ну, без толку. Есть кому нравится, например, осина ставить сразу и пробивать индексацию. Я предпочитаю после вот первой партии в 10 товаров раздач начинать проверять на индексацию. Раньше индексировались, например, кейворды. Каждая отдельность индексируется, значит, и колбаса вся индексируется. Сейчас такого нет. Сейчас, может быть, в отдельности индексируется, а вместе они не индексируются. То есть надо местами менять, надо проверять. То есть я обязательно проверяю и тайтл, и буллет, и диск. И тайтлы, и буллет, и кейворды. Колбасу всю. То есть чтобы она все индексировалась. Постоянно. Некоторые потом ключи вывалятся у вас. То есть там через неделю, через месяц. Постоянно проверяете? Ну, это не так много. Тем более, если у вас там не десятки товаров, это не сложно. Когда будут десятки товаров, вам уже на это будет там до фени по большому счету. Вот. Вы уже не будете так вокруг них там скакать и прыгать. Но пока на начальном этапе это хуже от этого точно не будет. Вот. Ну да, через оси. Ну и все. Amazon Business Seller Program. Что это такое? Не знаю. Не сталкивался. Скиньте ссылку, посмотрим. А как мы продвигаем эти ключи? Ну, я сейчас говорю. То есть заточили лисинг. Я просто забыл, наверное, сказать. Заточили лисинг. Потом по ним все это связали. То есть оптимизировали. Обязательно оптимизировали. И потом, соответственно, запускаю. Сначала раздачу. Вот это вот. Только не надо меня неправильно понимать. Купонами мы не пользуемся с 3 октября. Вообще. Часа с октября. Вот. Мы, я имею в виду под раздачами, это искусственный выкуп. То есть мы пересылаем денежку. Люди покупают. По определенным заданиям. Чтобы был эффект помимо звездочек. Обязательно эффект на SEO. Что нас двигало по определенным вот этим фразам. А фразу мы, естественно, подготовили и лисинг заточили именно под ним. Что еще? Есть что-нибудь? Интересующее. Ну, вендор экспресс. Я не дорос до этого уровня. Ничего эмоций. Ну, Азамат, давай созвонимся, пообщаемся по этому вопросу. Я сейчас могу сказать, чем я занимаюсь. Да, понятно, запусками товара. И в группе по обучению мы сейчас очень активно занимаемся. Потому что мы будем запускать товары и в США, и в Европу решили. С Европой сейчас у нас там момент какой? В какой стране открывать аккаунт? Или Ирландия мы сейчас... Ой, Ирландия. Или Эстония. Потому что там 25% в подоходной при выводе денег всего на все. И есть серая схема, чтобы все это оптимизировать. Ну, как обычно. Или, соответственно, в Англии. Вот. У меня есть два специалиста. Я хочу их свести, чтобы они меня определили. Но просто чуть раньше в Америке, значит, запустим сразу. Второй момент. Меня очень интересует, кстати, забыл сказать. Мы вот общались на днях по eBay. По eBay. И вот сейчас, кто меня, может, не услышал тогда, и сейчас могу сказать. Какая идея, в принципе, по eBay? Достаточно много аккаунтов. Ну, не достаточно, но есть аккаунты, которые банят. Банят, например, точнее, листинги даже, не аккаунты, а в основном. Это в основном за патенты. В основном какие-то там проблемы, ну и так далее, и так далее. Вот. Идея такая, чтобы где-то их надо этот товар сливать. Если вы повезете к себе на родину, это просто космос денег будет. То есть проще его выкинуть. Очень часто бывает. Некоторые, конечно, от жадности везут, но непонятно, что здесь с этими товарами делать. И доставка очень дорогая. Вот. Получается такая ситуация, что хотелось бы продать их в Америке. Отдельные аккаунты я делаю на eBay, на Bananze. Ну, не особо продаж там. Ну, практически нет. Вот. И хотел бы найти, пообщаться с людьми. То есть мы уже общаемся. В процессе сейчас просто я тут сам, так скажем, обдумываю вот эти все моменты, чтобы, например, обычные товары, которые у нас продаются, товары, которые мы хотим слить. Есть много-много моментов, потому что предцентры у нас уже появились, куда можно их в товар отправлять и русскоязычные, и знание, что такое предцентр. Вот. Так же проблем с этим нет. Но хотелось бы канал сбыта нормальный. А канал сбыта, как я представлю, я, может, ошибаюсь. Но я точно знаю, что у многих, у многих, кто занимает профессиональный eBay, продажи такие же, как на Амазоне. То есть, ну, сопоставимые, по крайней мере. Соответственно, почему бы туда не засунуть? Тем более у eBay построение структуры немножко другая. И там можно через магазин продавать. Соответственно, если мы найдем раскрученный магазин, например, по хомэнкитам, почему бы туда не гнать все товары? Вот просто я так, например, под свою ответственность все это бы организовывал. И туда гнать товары, которые у нас и в закрытых листингах, и, соответственно, просто продавать. Через них можно грамотно все делать. У людей на eBay чаще всего есть этот самый Prime. То есть, они бесплатно будут возить. Плюс они могут по нашим, так скажем, заданиям выкупать товар правильно. То есть, это уже будут SEO выкупы. То есть, мы, может быть, мало будем на этом зарабатывать. То есть, например, у нас наценка там с вложенного доллара. Мы будем зарабатывать всего доллар. И, например, там, как договоримся, посмотрим, надо общаться с людьми. Мы, там, 50 центов, там, 70 отдадим, например, тому, кто на eBay будет продавать. Но он будет реально рекламировать, то есть, гнать внешний трафик. Вот. Но он у нас будет, помимо того, что дешево покупать, он у нас будет правильно покупать. То есть, мы ему будем кидать фразы, по которым надо у нас закупать. Но такая идея, она, конечно, может быть, утопия. Вот, чтобы найти нормального, например, продавца. Может быть, не надо искать по, например, направлению. Человек, как классно раскрученный магазин с большим трафиком. Что он там, home and kit. А просто туда заливать все подряд. Не знаю. Вот сейчас над этим я пытаюсь разобраться, когда в свободное, так скажем, время. Как правильно организовать SEO-выкуп? Ну, Сергей, обратитесь, он вам точно все скажет до слов. Да? Досконально. Вот. Так что, вот сейчас, на данный момент, у меня такая вот идея. Это именно получать дополнительный канал сбыта. Пускай он будет небольшой, потому что я сомневаюсь, что, например, мы с нуля, через какой-то чужой аккаунт, кто-то там, все равно, если он будет валом заниматься, он все равно много не продаст. Но мы давно уже об этом говорили, чтобы там с дропшиперами пообщаться. Или с дропшиперами, или людьми, которые на eBay торгуют. Но просто была такая ситуация, что, скорее всего, это будет неинтересно. И те же дропшиперы, они торгуют валом. Чего продается, то и продается. То есть, а здесь хотелось бы... После лайва мне напишите, я вам дам контакт с Сергеем. Вот. А здесь, конечно, надо работать в плане больше SEO. То есть, дополнительного продвижения. То есть, вот сейчас такая вот идея у меня. Где написать по поводу помощи? Ну, это мне в личку пишите, пообщаемся. Там мой скайп, есть в шапке, опять же, группы. Вот. Можно созвониться и пообщаться. То есть, все, в принципе, так и делают. Я не люблю переписываться. Я люблю общаться вживую, голосом, как нормально люди. Так, а какие налоги в США после продажи, обязательные оплаты? Какие есть расходы после продажи? Ну, в США, почему все в США идут? Потому что никто ничего не платит. Если вы житель США, там у вас галочка, вы там налоги платите. А все остальные, Америка подразумевает, что мы платим в своей стране налоги. Так что на вашу совесть. До каких-то определенных объемов. До каких объемов мы еще до этого не дошли. Не наш уровень. По крайней мере, не мой. То есть, то, что мы гоним туда товаров, вполне достаточно. Ну, делать вот так вот в черное на данный момент. В Европе, из-за чего сложности, налоги надо платить вперед. Пришел приглоз от Амазона на добавление Amazon Business Seller Program. Подсказали в группе, что возможность давать скидки компаниям. А профит в чем? Не подсказали. Ну, не знаю. То есть, давайте созвонимся. Мне просто покажите, что это такое. Расскажите. Я просто у людей узнаю. Да и все. Потому что я рассказываю, ну, то, с чем я работал, с чем связывался. Или с теми, с кем я работаю. Вот это вот, ну, не знаю. Говорю, как есть. Какая рейнс между Keyword и SurgeTerm? Спасибо. Keyword с SurgeTerm, он и есть. Просто есть Keyword Platinum, вам его заполнять и надо. Если Keyword SurgeTerm, надо заполнять. То есть, там 5 строчек, и 5 строчек забивайте. Но на данный момент, наверное, лучше всего 400 символов, не больше. Каждую строчку. Можно информация о раздаче 5 долларов, гифт-карт, скидок за следующие покупки, как это делать. Я не знаю, я гифт-картами не занимаюсь. Понятия не имею, не являюсь покупателем Амазона. То есть, мне сложно сказать. Наверное, если вы застучите какого-нибудь продавца, что он просит у вас отзыв, вы там заскрините его, и вам дадут гифт-карту. Наверное, так. Денис, объясните, как предцентры работают. Они просто наклейки, клеят, и товар готовят, как прайк на ЭБА, типа промежуточный подготовлен, как перезаправка на ЭБА. Ну, по большому счету, можно предцентры посмотреть. Я думаю, если вы напишите вопрос, вот уже русскоязычных, куча предцентров. У них, я с ними, например, не работал лично, потому что это больше онлайн-арбитраж. Вывозить товар, я как бы предлагал людям, кому говорю, они, в принципе, этим сами занимаются. Да, в первую очередь, например, для чего предцентры нужны? Это перевалочная база, действительно. Например, приват-лейбл. У вас товар не пошел, товар-насадки большие, очень большие. И потенциал в товаре хороший. Но когда у вас нет этого буста, вам сложно. Соответственно, товары вывозятся по минимальным стоимостям там. Вывозят на препцентр. И позже, позже мы заказываем новый листинг, выстраиваем. Делаем, соответственно, шипмент из препцентра. Отправляем препцентр уже на клейки. Препцентр наклеивает наши FSNK-юкоды и отправляет нам Амазон. То есть, это одна из схем для приват-лейбла. Вот. Есть много, я думаю, других целей, задач. Но это вот для приватных, чем я занимаюсь, это вот, в принципе, основное. В США вы должны платить налоги, если работаете по черным, это ненадолго. Но в любом случае. Можно, можно. Можно, можно, все можно. Но понятно, что в любом случае, короче, правила Амазона гласят, мы работаем конкретно по правилам Амазона. И налоги платят в той стране, в которой мы живем. Вот. А Амазон платит уже свои налоги. Там не так все просто. Из-за этого. Ну, это, я думаю, больше демагогия по поводу налогов и все остальное. Да, можно вообще там загнаться. Вообще лучше ничего не делать. А кто ничего не делает, тот не совершает ошибок. Вот. И тем, чем мы занимаемся, мы же не гордимся этим. То есть, в любом случае, вариантов других нет. Тем более, никто не мешает. Поплатите, пожалуйста, налоги. Кто просит? Мы не против. Я не против абсолютно. Какие еще вопросы? Как всегда, время покажет. По этому поводу я могу сказать. Дэн, как сделать вариации? Ну, вот с вариациями я не работал. У нас Евгений вариации делает. Вот. У меня просто товаров с вариацией не было. Я каждый раз с ними мучаюсь. Там просто по-разному. Бывает и так, бывает и так, бывает и так. Бывают вариации. Бесселеранг прицепляется к пэренту. Бывает к чайлдам. Много всяких моментов с этими вариациями. Надо просто конкретный случай карты брать. Вот. Заново все это надо делать и смотреть. Вот с вариациями не сталкивался. Точнее, постоянно с ними сталкиваюсь. То есть, ну, перекидываю тем, кто у нас специалист в вариации. Я не являюсь им. Ну, по ППЦ, а тут вообще... Ну, Сергей говорит, от трех отзывов можно запускать. Вопрос, что вы хотите от ППЦ. То есть, такой, очень такой многогранный вопрос. Я ко всему отношусь, мне кажется, чтобы не делать и продвижение, и ППЦ, и все остальное, надо просто к профессионалам обратиться один раз, чтобы они вам все настроили, показали, как это делается. Потом вы уже вникнете, разберетесь и будете делать все сами. А все, что остальное мы здесь занимаемся, это, в принципе, можно гадать по ситуации. Потому что там самая основная работа не то, что вам один раз запустят по ППЦ, там, с трех отзывов, или с 15, или с 10, или с 50. А монотонная, постоянная работа, систематическая, которая будет вычленять неправильные слова, минусовые, точнее, слова, которая будет добавлять новые слова. Вы будете делать различные ставки, вы будете делать различные, как это сказать, там, широкого диапазона слова, или точного соответствия, или фразового соответствия. То есть, вы в любом случае, там большой объем работы. Это не просто так. Есть профессионал, который этим занимается. Я считаю, это однозначно стоит заплатить, вот, и один раз это сделать, потом уже по ситуации, как вам понравится с ними работать, или насколько вы вникли, и будете сами все это знать делать. Ну да, в вариации можно и в поддержку обратиться, так и есть. Как платить китайцам? Обналичивать с пионера и переводить с переводом только эту схему. Ну, я могу, конечно, ошибаться, я вот еще пионерам не оплатил, у меня такая получалась ситуация. Во-первых, есть нюанс по оплате. PayPal гарантия платежа намного дольше. Соответственно, просите китайцев, чтобы они выставляли вам инвойс и счет на оплату. Вы им оплатили, если какие-то проблемы, вы потом можете предъявить. Это номер один. PayPal можно и через полгода деньги с них потребовать. Если вы через Trade Insurance оплачиваете, то, соответственно, по-моему, насколько я помню, два месяца. То есть я оплачу 30% стараясь с PayPal, 70% карты, предположим, если через Trade Insurance. Карты пионера, как я понимаю, через Trade Insurance тоже должны работать. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но мне все это говорят, вот сам лично этим не оплачивал. Вот, карты пионера. PayPal оплачивал, так получалось. Вот, обычные карты точно можно. Вот, если через Trade Insurance, насколько я понимаю, и пионера можно оплатить. Но бывают некоторые китайозы. Вот, через полгода уже было 60 дней палка. Я не знаю, я месяц через 4 забирал деньги. Может быть, конечно, мне китайцы навстречу пошли. Вот, потому что я им постоянно там кидал письма и все дела. То есть они мне 30% вернули. Ну, значит, ну вот, 60 дней может быть. Сложно сказать. Я точно забрал где-то месяцы через 4, наверное, вот так. Вот, но они мне вернули, то есть я открыл спор, мне вернули. Не знаю, уточняйте, насколько я знаю, долго это работает. Trade Insurance работает строго вот 2 месяца, и все. Они присылают письмо. Я даже чуть-чуть затянул, не успел отзыв написать на продавца. Вот, то есть я как бы подтвердил, что деньги там они забирали, но не писал отзыв. Хотел это, ну, подождать еще потянуть. И чуть-чуть потянул, и у меня отзыв пролетел. Вот. Если некоторые китайцы просят им платить напрямую, например, с карты, то договаривайтесь, чтобы пионеры не открывали счет. И с пионера на пионера вообще без процентов они будут получать. Но без гарантии. Так что такая вот история. Я читал, что если продаж больше 12 тысяч долларов в месяц, нужно открыть фирму и платить налоги. Правда, не знаю. Ну, есть люди, у которых там гораздо больше оборотов, они точно ничего не открывают, они платят. Все такое 12 тысяч долларов, это просто смешно. Это смехотворные обороты. Ну, вот. Напишите в группе, конечно, но не платят. 12 тысяч нет. Я с кем-то недавно разговаривал, там, он говорит, ну, наверное, 1100 будет оборот в месяц. Тогда, наверное, начну думать фирму открывать. Ну, вот. Я говорю, вот человек написал тоже. У PayPal попел больше двух месяцев. Я тоже, я говорю, я четыре месяца, по-моему, насколько я помню. Ну, не знаю, да. Можно просто тупо у PayPal есть телефон поддержки, позвонить, да уточнить. Ну, вот. Я рассказываю свою историю. Вот. Так что могу сказать, что у меня просто ситуация была такая, что все вроде проверили, все нормально, но в конечном итоге были проблемы, связанные с этим, как его звать, количеством в наборе. И где-то около 5-8% у меня просто забыли положить. И каждый раз вот это мучаешься, это неприятно. Я им каждый раз письма гневных покупателей отсылал, возврат и все остальное. И они мне просто сказали, давайте мы вернем 20% товара. Я говорю, давайте, он отправляется на Amazon. Зачем мне у вас там товар будет лежать? И они что-то там думали, думали. Я им просто на примерно сопоставимую сумму выставил. Там как раз по PayPal было 30% от стоимости товара. Ну вот, они меня компенсируют, и все. Что-то не вижу ничего. Слышал, что Amazon жестко банит людей, которые сейчас пытаются зарегистрировать. Это правда или в Тарашилке? Ну а как они банят? Я сейчас говорю, какие-то проблемы возникают. У меня многие вот просто вот ни одного, с кем я сейчас консультирую, ни одного тьфу-тьфу-тьфу-тьфу, не было проблем. Вот, но это такая ситуация, я уверен, это связано вот именно с IP-шниками, с фамилиями. Просто, может быть, ну не повезло. Не знаю, как помочь этим людям. Амазон – это непредсказуемая машина, и из-за этого с ней сложно о чем-либо договариваться. Надо открывать на другого человека, другого IP. Но я вот только что в начале видео рассказывал про ситуацию, которую я… У человека тоже его забанили, он открыл новый аккаунт на другое лицо, и потом ему открыли аккаунт. То есть он с двумя аккаунтами сейчас. Ну по PPC вебинар же будет. Ребята хотят вебинар свой сделать, так что будет. Я PPC не занимаюсь, людей как бы приглашаю, но не хочется повторяться. На данный момент, то есть все, что можно было затронуть, это… Единственное, я еще большое количество форвардеров, не форвардеров, этих, посредников приглашаю. Но я вот с ними общаюсь, они предлагают одно и то же. Проверка товара, консолидация груза, что там еще. Ну и все, то есть такие вот элементарные вещи. То есть они даже не один форвард путево. Сейчас вот у нас один человек, нам ищут варианты кастомизации, улучшения цены там и так далее. Но будет вот. Отработать это очень долго. То есть с людьми надо очень долго поработать, чтобы их посоветовать. И то бывает поработаешь, посоветуешь, и все равно что-то там не заладилось у людей. Ну вот, то есть я рассказал по продвижению, как я вижу. Рассказали про форвардеров, про выбор товара, по PPC, по многим программам. Там Amazon, Keyword Inspector, Helium. Вот. Ничего нового нет. Там, Zone Master. То есть все, что основное есть, вот в лайвах есть. Сейчас я отвечаю на вопросы, и люди как бы занимаются своей работой, пока на данный момент даже не знаю. То есть мне нет никаких предложений, чтобы мне там кто-то писал, там надо вот эту тему. А то, что вам рассказывают по PPC, еще раз говорю, там рассказывают без слов, там надо работать. Человек все рассказал, там ничего не поменялось. Вот. И вопрос-ответы – это бестолковое занятие. PPC – это такая вещь, она индивидуальная. То есть у каждого товара своя история. Вы начинаете настраивать. Я вообще PPC практически не пользуюсь. Ну вообще просто не пользуюсь, мне не нужен. Ну вот, я вывожу товар по-другому. Но не значит, что он не нужен другим, и не значит, что я им не должен пользоваться. Просто я те товары, которые так продаю, другими способами, PPC просто на той стадии пока не понадобилось. То есть PPC надо или в начале, для меня лично, то есть на стадии старта, я обхожусь без него. А до момента, когда у меня уже там, например, есть там 30, 40, 50, 100, не знаю, продаж. Так же, как мы индусов бывает добавляем, даже когда хорошая продажа есть. Не только когда из небытия вытаскиваюсь. Но в любом случае, PPC увеличивает уже продажи, оптимизирует. Когда уже хорошая продажа есть, можно их просто поднимать. Вытаскивать за счет PPC, например, фразы. Но это еще, говорю, это совсем другая история. Ну вот, абсолютно другая история. И здесь очень много там вопросов. Я знаю очень много людей, которые терпеть не могут PPC, оплевались и столько денег там на нем потеряли. Мне проще там оптимизировал лисинг, загрузил индусов, выставил свои там 4-5 фраз на первую страницу и все. Меня все устраивает. Во-первых. Во-вторых, многие есть люди, многим разговаривал, которые в месяц по нескольких товарам запускают. Например, в месяц один-два товара. Когда им этим PPC заниматься или там индусами. Они просто делают базовые какие-то вещи и, соответственно, двигаются по стандарту. Вот эту историю бы раскрыть. Очень нужно обучение по Амзе Ауэл. Ну это обращайтесь к хозяевам Амзе Ауэл. Они вам пускай там рассказывают. Ну, мне сложно, я не хозяин, их не знаю. Мне программы не пользуюсь за это. Мне сложно сказать. У них там ролики же постоянно меняются. Они так ее наворачивают, что постоянно у них все меняется. У меня есть, я с кем работаю. Во-первых, в четверг будет человек рассказываться. Во-вторых, мне что советовать их. Я этим и занимаюсь. То есть у нас, в частный момент, мы с индусами меньше работаем. То есть постепенно переходим на русскоязычных умельцев, так скажем. Так что обращайтесь, посоветуем. Амзе Ауэл мне не интересен. Я просто не знаю. Меня не убедили. Я им не пользуюсь. Из-за этого я не могу сказать, классная программа или плохая. Я интересовался Амзе Ауэл, наверное, в августе или в сентябре, не помню. То есть поковырял его, посмотрел. Я думаю, это им больше надо, чем мне, на самом деле. Им, наверное, вообще ничего не надо. Они не заинтересованы в этом. А так... Я честно могу сказать, я не понимаю вообще, зачем эта программа. Программ много, на самом деле. Амзе Ауэл, она полгода болтается. У него в Амзе Ауэл одна проблема. Это две проблемы. Это для меня лично, на мой взгляд, перезагруженность. И во-вторых, они очень много всего меняют. То есть слишком много информации и очень часто у них какие-то там изменения, улучшения. Вот. То есть там, я не знаю, пару месяцев не пользуешься, и ты приходишь, опять уже новая программа. Вот. У меня как бы вот так получилось, не срослось. Это не значит, что программа плохая или хорошая. Вот. Просто я вот с ней не работаю. Если им будет интересно, они, наверное, обратятся, мы решим. Пускай расскажут. Я против ничего не имею. Может, меня убедят, что я не прав. Это нормально. Ничего здесь такого нет. Просто я против такого, чтобы там, например, миллион программой пользоваться. Зачем? Во-первых, это деньги и время. Ну, блин. Фейсбук и мы, я это самое, продаешь. Ну и что? Через него он продает там, я не знаю, 5% продаж. Все продают, кого я знаю, основные продажи делают через внутренний тратик Амазона. Все остальное это, ну, как вам говорят, там, правила Парета. 20 на 80, вот здесь то же самое. Можно 20% в действии сделать, бамбу курить и получать 80% продаж. А можно с утра до ночи сесть за компьютером, там, через Фейсбук группы, через Инстаграм, через очень все. Тратить еще и 80% своих затрат и получать оставшиеся 20% продаж. Вам это надо? Мне нет. Да, есть такая тема по поводу продаж через Фейсбук группы. Потому что, как ни странно, мы вот здесь сидим и думаем, блин, а зачем это им надо? Там зашел Амазон, там, сейлер, Амазон купон, там, и так далее. Забил и бесплатно на халяву бери товары. Вот я честно могу сказать, мы сколько ищем ревьюеров и всего остального. С нами многие даже говорят, не хотят, говорят, вы обманщики, такого не может быть. Что бесплатно можно в интернете получить товар с Амазона, такого не может быть. То есть, просто не верят. И есть реальная группа, если вы найдете... Ну, это все просто же. Найдите тематическую группу. В этой группе заплатите админу. Или договоритесь с ним. Дадите ему, например, свой товар бесплатно. Или он просто добрый и хороший, и разрешил вам рекламу делать. Но заспамить эту группу вам никто не позволит. Вот у меня знакомый, он торговал российскими такими, ну, типа, кжель, там, такая фигня. Предметные украшения для женщин. Он нашел в Америке, он живет в Америке. Нашел группу тематическую, женщин. Там 10 тысяч участников, он говорит. Поймал админа, попросил, без проблем разрешили. И он за день там продал, я не знаю, там, за два, за три. Ну, не помню, 50-100 штук, например. Для него это бешеная продажа. И все. Объявление ушло вниз. То есть, или люди, которые там были, кто хотел, купил. Или просто-напросто оно постепенно ушло вниз. Вот, и все. То есть, уже надо платить. То есть, в любом случае, любой канал сбыта, он, ну, высохнуть, ну, как колодец, высохнуть может. Я, например, раздавал раньше, до октября, когда по купонам. И многие другие сталкивались с такой проблемой, что до определенного момента времени вы раздаете огромное количество товара, и потом все. Вот, и многие просто говорят, я не знаю, куда больше раздавать, потому что у меня больше товара не берут ни в какой цене. Потому что его уже, там, одни и те же морды, если на то пошло. То есть, у меня там 300 групп, и я кучу людей вижу, одни и те же лица во всех этих группах. Ну, вот, которые мониторят, смотрят, просто им, они болтаются во все группы, потому что они более профессиональные, чем мы продавцы. Потому что я когда начинал, у меня, помню, было групп 20, я думал, что это все. Думаю, ну, наверное, что 50. Потом мне показали, как надо группы по купонам искать. Я нашел, там, за вечер, там, больше, там, 300 групп. Ну, 200 или 300, я уж не помню, на самом деле. Ну, вот, и начал туда раздавать, вот, в этих больших количествах. Но постепенно это вымылось. То есть, постепенно, постепенно, постепенно эти люди набрали мой товар, и им уже было неинтересно. Ну, и я, естественно, не давал тем людям, которые брали. Ну, вот, то есть, такая вот история. Все вымывается. Амазон, почему он? Чем хорош? Куда? Там идет трафик. А группы, Фейсбук и все остальное, там нет трафика. То есть, бесплатного трафика так просто не найти. А платный трафик, ну, ищите. Там, вот, у меня есть человек, который меня убеждает, что в Америке основной трафик – это Пинтерест и Твиттер. Никак не Фейсбук, никак не Инстаграм. Инстаграм, как мне говорят, его уже Пинтерест сожрал в Америке. Это у нас, он еще так нормально себя чувствует. И в Америке он превратился в основном в селфи. То есть, селфи, 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 селфи. Вот эти все вещи. Вот, а Пинтерест более профессиональный, именно для бизнеса более подходящий. Плюс там как раз подвязка с Твиттером отлично работает. Фейсбук хуже, намного работает. Вот, хотя вроде по логике тут вроде и таргетинг, вроде все там целенаправленные рекламы, здесь все наши данные забиты, сколько у нас детей, когда родились, день рождения, все остальные там предпочтения, хобби и все остальное, где мы работаем. Так что, ну, не знаю, это надо к специалистам. Я не являюсь рекламщиком, не сон сказать. Так, тут наши гуру пересмотрели взгляды на товары ниже 15 долларов, малые ниши, показали кейс на 1100 долларов. Шариковая ручка хорошо подходит для новичков с небольшим вложением. Что вы думаете? Ну, во-первых, думаю, что мне неинтересно, что они думают в принципе. Это, наверное, такой самый главный тезис. Вот, потому что у меня соседка думает, какие джинсы купить. Вот, и как бы мне это не особо интересно. Вот, хотя они с женой там общаются по этому вопросу, ну, как бы мне вот, ну, реально неинтересно. Вот, а во-вторых, по поводу товара, единственное, что могу сказать, это исключительно... Ну, то есть, короче, вот эти все кейсы, что вам показывают, это такое ощущение, а учеников не хватает, наверное, и хотят всех зацепить. То есть, заплатите 2000 долларов и вложите 1100 в этот кейс, что ли? Ну, то есть, какая-то стрёмная тема, я не знаю вообще, зачем об этом говорить. Это очередная такая замануха для тех, у кого бабок нет. Ну, я не знаю, обучение, то есть, что? Обучение что даст? Ты, если... Ну, то есть, этот кейс, наверное, они рекламируют для тех людей, у которых денег нет, но это нелогично, потому что они за обучение берут две с лишним тысячи долларов. Ну, я не, короче, я не вижу связи, но смысл не в этом. Уловите одну мысль только. Я тоже еще там полгода назад там дергался, там, да, классно, все-таки дешево, это дешево, надо там 19,99, 29,99, там, выше, ниже, это круто. Но я поддерживаю не это. Ну, вот смотрите сами. Вы купили товар за один цент, доставили его еще за один цент. У вас товар стоит 2 цента в Америке. То есть, вы вложили всего 2 цента, купили 1000 единиц. 1000 единиц умножить на 2 цента, можете посчитать 200 долларов. Всего вложили 200 баксов. Вы вообще не рискуете практически ничем. А товар ваш, например, там, я не знаю, 6 долларов вы стоите, а лучше 9 долларов. То есть, ваша, там, фи будет в 9 долларов, ну, почти 5 долларов, около 5 долларов. То есть, 5 долларов, 2 цента. И вы зарабатываете, будете, например, даже, даже вы будете по 6 долларов продавать, будете зарабатывать 6 долларов минус 5, это доллар, 98 центов. То есть, вы получите там 1000 процентов, грубо говоря. Какая разница, по чем продавать? Главное, сколько вы зарабатываете. Маржа, главное. Я не знаю, до них, может, не допрет никак. Я не могу понять этого. Вот, главное, сколько вы будете зарабатывать. Ну, я, по крайней мере, так смотрю, я всю жизнь продаю, для меня важно, я купил за доллар, продал за 10, вот это круто, с 10 долларов у меня есть затраты, с этих затрат я заплатил, соответственно, во-первых, первоначальные инвестиции в товары, в доставку, потом, там, зарплата, там, я не знаю, кастомизация, там, листинги и все остальное, и потом я понимаю, куда мне расти, я смотрю тренд, сейчас, где у меня товар находится, цена у меня такая-то, вот, там, я не знаю, тренд находится там на 75%, и он все время там болтает, знаешь, все время примерно такие будут, продажи эти, а если нет, значит, не будут такие продажи эти, если вы хотите посмотреть цены конкурентов, зашли в Кипу, зашли в Лисин, Кипу посмотрели, как они в праздники поднимают, опускают, какие у них были раньше цены, какие сейчас цены, ну, то есть, такие косвенные элементарные вещи, которые можно посмотреть, вообще смысла загоняться по товарам, смысла нет, а уж тем более бедным и несчастным, чем у вас меньше денег, тем рисков больше, вот, заманивать людей, это вводить людей в заблуждение, и, ну, это чисто обман уже идет, не надо голову все сбивать, там, шариками, ручками, я могу сказать, во-первых, надо понимать, когда шариками, ручками зайти, лучше бы об этом рассказать, шариками, ручками надо зайти как раз в июне месяце, чтобы к новому, к этому, к новому учебному году пойти, потому что у нас есть три пика, самый крутой пик Новый год, это сезонный пик, и это пик праздничный, второй пик у нас является, это летний пик, то есть, там нет праздников таких, ну, таких, общих, но есть просто летний, как бы, тренд, и есть третий пик, не забывайте про него, 1 сентября, ну, когда там они в школу идут, там, сентябрь, август, когда покупают принадлежность, там, бешеные продажи, ну, вот, с этой ручкой бы лучше сказали, запускайтесь там в сентябре, в этом, в июне, июль, это больше полезная информация, чем, что можно запуститься с кейсом за 1000 долларов, приходите, мы вас за 2,5 научим, ну, это вообще, я не знаю, у меня нет слов. Ну, по доставке, да, там, эту и там, там, в любом случае, с 25 долларами товарами отправлять, там, есть для очень легких товаров, по праве, бесплатная доставка, есть всякие микромоменты, это, не будем туда углубляться, я тоже не люблю дешевыми товарами, такими уж торговать, надо просто эту специфику знать, у меня мало, кто этим торгует, такими товарами, даже вообще, я даже не знаю, у кого эту и там, сталкивались только тогда, когда мы сливали товары, вот, и что она, наш товар, они поставляются напрямую. Так, ладно, сначала. Он говорит, трафик хороший, насколько помню, кто говорит, не знаю. А, Сулимчик, ну, в любом случае, можно у него всегда уточнить, он, как бы, на связи, неплохой трафик, понятное дело, и 5, там, 10% дополнительно неплохо. Вопрос, сколько на это время тратит, я же с ним, наверное, общаюсь больше, ну, своя специфика. Вот, мне больше трафик, я считаю, трафик, eBay, трафик. Кстати, есть новость, кто информацией владеет, мне вот сказали, что оказывается, ну, во-первых, я слышал несколько месяцев назад, что Walmart хочет такую же тему замутить и как с Amazon, то есть, пусть и частников, но одновременно, я недавно, мы общались с человеком, он говорит, что есть лазейки на Walmart торговать. То есть, вот такая вот история, пробивается, смотрите, рассказывается, и может быть, что-то замутим. Вот, также ждем Walmart, у нас есть основной канал сбыта, внутренний тратик Amazon, есть второй канал сбыта eBay, вот, он однозначно второй по объему. Если у нас появится Walmart, будет еще круче, то есть, где мы сможем торговать. Будем мы вендорами, будем там юридическими лицами, к этому мы все стремимся. Мы не хотим обманывать, не хотим не платить налоги, мы хотим просто наработать начальный капитал, отбить сложные деньги, работать очень качественно, платить всем налоги и все, и жить хорошо, и жить там, где мы хотим. Вот, и ситуации, связанные с трафиком уже в социальных сетях, по внешнему трафику и все остальное, у меня положительного опыта нет такого, систематически хорошего. Есть попытки, хорошие попытки, вот, у него, наверное, хорошая попытка, ну, по-любому хорошая попытка, просто насколько он эффективно это оценивает, потраченное время на ресурс, ресурс потраченное время на заработок, и мне сложно сказать, надо у него спросить, он точно ответит. То есть, но надо понимать момент, у каждого товара сейчас свой специфический, у него специфический товар, во-первых, вот, и не каждый, например, если вы продаете какой-нибудь там, я не знаю, кованые вещи, вы, наверное, много найдете таких вот нестандартных людей, которым нравятся кованые вещи. А если вы продаете какую-нибудь резиновую перчатку для гриля, там уже вам надо обращаться людям, которые грилем занимаются, то есть, такие площадки. А если вы детская тема, значит, детская, если женская, женская. Ну, и у каждого товара будет своя история. Групп, например, кованых вещей будет гораздо меньше, чем групп женщин, которые занимаются там макияжем или там барахло какой-нибудь, их намного будет больше. Так, для очень маленьких и легких товаров есть спец. Спецпрограмма, Амазона, там, FIA около двух долларов. Ну, я говорю, много нюансов, и FIA, и доставка, там в любом случае такая. Я не спорю, еще говорю, я просто не понимаю, зачем говорить про вот эти кейсы, вот эти модные названия, это вот, я не знаю, бабушкам, чтобы привлекать внимание, или тинейджерам, то есть, кейс, кейс, портфель, еще там, туда, я не знаю, сумка назвали. Мне вообще, я к этому скептически очень отношусь, и за это мне все равно. Вот, просто, если говорят про эти кейсы, там говорят, все не просто так. Значит, наверное, есть, короче, дым без огня не бывает, значит, есть какие-то причины, что приходится опять опускаться. А я недавно слышал, что говорили, надо продавать только 20 долларов. Там постоянно что-то меняется. Никита какой-то строгий, е-мое. На Walmart можно торговать, но там нужно вендором быть. Ну, а eBay будет тоже, но когда, он не говорят. eBay, дроп, хорошо идет. Ну, понятно, я говорю, тут много вендоров, я тоже знаю, что вендор, вендор. Но мне вот человек сказал, что есть лазейки, даже пролезь туда. Ну, вот, видите, почему так непонятно, а кто именно? Ну, вот, я те годы тоже самое говорю, Никита. Мне кажется, полгода, да, я тоже так думаю. Потому что я деньги вернул вот так. Ну, еще раз говорю, надо всегда уточнять. Правила игры меняются так быстро, что... Так быстро, что пипец просто. Так, 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 так. Какие еще вопросы? Двигаемся дальше. Ну, отлично, полгода, знаешь, полгода. Как скажешь, шеф. Я тоже постоянно с Пайпелом разговариваю. Постоянно есть там проблемы. Пайпелы все-таки не Амазон. С ними можно поговорить. Они, конечно, более вменяемые. Нет, по Пинтересту у меня есть человек, я все уговариваю. Она специалист по хендмейду. Она два года работала на ЭЦИ, имеет хорошие обороты. Ее недавно забанили, вот, и пытаются они восстановить свой аккаунт, пока не получается. И, говорит, тренд с того года. Ну, да, Амазон недавно открыл вот это именно хендмейд направление. Сейчас хендмейдщикам предлагает профессиональный аккаунт бесплатно на год, до конца года. И человек вот как раз сейчас учится на Амазоне. Вот у нас она как раз в группе по поводу запуска именно на Амазоне. Вот, и как раз она вот и специалист по Пинтересту, у нее там, она мне говорила, несколько десятков тысяч подписчиков. Вот, ну и в Твиттере то же самое. Ну, если я не ошибаюсь, могу ошибаться. Ну, как человек будет готов, сейчас он своим товаром занимается, именно по запуску. Как будет готов, расскажет про Пинтерест, про вот этот внешний запуск, внешний трек. Ну, в любом случае, делайте страничку, у меня есть, будете пины получать. Так, прикольно. Ну, надо разбираться. Ну, вообще, я, в принципе, читал про него, можно найти, кто этим занимается, надо разбираться. Ну, просто на русскоязычном интернете, я думаю, вообще этого нет, потому что у нас он просто не востребован. Если мы Гуглом здесь, Яндексом занимаемся, понимаем, то Пинтерестом, ну, это надо в Америкосах читать. А они там землю роют в этом отношении. Тем более с Пинтереста и с Инстаграма, например, в Америке. Ну, может быть, может быть. Ну, вот, Пинтереста и Инстаграма можно покупки в Америке делать. Пинтереста и Инстаграма, насколько я знаю, работают только через американский и английский биллинг. Ну, надо разбираться. Надо с человеком просто пообщаться, если какая-то будет конкретная проблематика, то есть надо будет узнавать, будем узнавать. Просто как бы руки не дошли, совсем не успеешь, реально. Я по большому счету этим занимаюсь один, мне немножко помогают, то есть люди по конкретным вот этим вот направлениям. Ну, а так просто сложно, совсем не уследишь. Продолжение следует... Тут надо разбираться, потому что я говорю, он слайд специфика. Так, что у нас еще есть интересного? В принципе, час 10 прошло, давайте тогда, наверное, последнюю группу вопросов прогоним до подома, чтобы не затягивать и было, что на следующий раз оставить. И в любом случае, всегда пишите, то есть лайк проходит всегда. Не надо мне даже спрашивать по понедельникам, четвергам. Когда есть какие-то темы, вот когда я утверждаю с людьми момент прихода, рассказа, какой-то тематики, я пишу события. Если я не пишу события, значит просто я буду ответом на вопросы или что-то рассказывать. Ну, в Пинтерест там все то же самое. Социальная сеть, там куча всяких моментов, фотографии нарядные и свой товар. И там, я так понимаю, чуть ли не магазин можно устраивать. То есть там много всяких моментов. Вот, но это голословно, бессмысленно, надо, если у кого есть специалисты по этому поводу, пускай приходят рассказывать. Вот если я каким-то программам не знаю их, бессмысленно, я считаю, этим заниматься, то по поводу вот конкретных, таких вот вещей, я таких людей не знаю. То есть те, кого я знаю, у них пока не получается. Ну, кто-то стесняется, кому-то неудобно, у кого-то времени нет. То есть все же по-разному. Тем более это такая вещь, вот тот же Пинтерест достаточно далека нам, потому что группа в основном это люди, которые этим занимаются полгода и так далее. Ну, по крайней мере, кто участвует в наших беседах, есть, конечно, и профин, я уверен, которые не показывают этого, скрывают технично. Ну, вот, но в любом случае основная масса, это вот примерно полгода люди, которые этим занимаются, и меньше. Соответственно, про Пинтерест тут рассказывать, ну, какой смысл? Такой какой-то космические корабли в космосе где-то там бороздят, еще там про бренды как развивать. Бренды миллионы долларов люди вкладывают, а мы тут про бренды рассуждать будем сейчас. Нам бы один товар привезти, запустить его, отбить начальное вложение, поверить в эту тему и продать последнюю хату и туда валить уже нормальные бабла. Вот чем, ну, не хату, конечно, машину какую-нибудь там, дачу. Каким прокси-сервисом пользуются ДУСы или наши, чтобы не попасть под бан, когда отдаешь им свой лисинг? Вы лисинг не отдаете, естественно, вы должны понимать все и каждый, что мы нарушаем правила Амазона. Никто этого не принуждает абсолютно, вы еще за это даже деньги платите. Вот, никто не уговаривает, просто есть такая тема. А про ксями, ну, да никто не скажет, я думаю, на самом деле, вот, какими пользуются. Но в любом случае могу вас заверить, вот, я, честно могу сказать, сам продвигал некоторые свои товары. Мы просто тренили, смотрели, как это все происходит, сколько на это денег надо потратить, времени людям зарплату платить. Вот, у меня просто на биткоин в моих кранах, там, люди как раз сидят, эти капчи разгадывают, ну, то есть, сам Бог велел. И беру, там, ну, просто копейки можно платить, несколько долларов, там, в день, грубо говоря. Но смысл такой, что мы прокси мне дали программиста нормальный, стоит это все на все 20 долларов, там, 5 миллионов IP-адресов разных. Ну, вот, ну, и можно с 5 каналов заходить. Но это минимальный пакет, но мы даже за 20 долларов не покупали, потому что мы, как бы, тестили, мы вообще через расширение в компьютере, там, на своем аккаунте, через брусек делали. Вот у брусека, оказалось, купили, главное, платные, платные статические IP-адреса. Бесплатные, динамические оказались. Ну, там около тысячи адресов. Как мы это определили? Потому что при вот этих всех манипуляциях, когда человек делает, там, через аноним заходят, через, ну, стирает, там, все эти куки, кэш и так далее, он заходит, и через этот прокс, через этот IP-шник его опять видит Амазон, и, там, не надо регистрироваться. То есть, понятно, что уже повторяется. Ну, то есть, там, брусек, там, тысячи IP-шников, там, и все. И вот он, там, месяц долбил человек по 150 заходов в день, и в конечном итоге просто все это ушло в никуда. Бессмысленно. Если вы хотите посоветовать, ну, я просто еще говорю, я от индусов постепенно ухожу, потому что с ними общаться очень тяжело. Они очень странные ребята, в первую очередь странность заключается в том, что они, ну, ты им пригоняешь, там, большие объемы, там, неважно, там, работы и все остальное, и они с тобой работают, пока у них другой работы нет. Например, ты даешь ему клиента, он, там, платит определенную сумму денег, договорились хорошо. И такое ощущение, они нашли двух клиентов в этот момент и содрали с него больше денег, и они будут ему делать. А ты, соответственно, куришь там и ждешь. Я этого не могу понять. То есть, у них политика очень специфическая, и с ними работать очень тяжело. То есть, там, давай-давай-давай заказывай, он, там, работу еще не выполнил. Давай-давай-давай еще, давай еще, то есть, все, давай-давай. Ну, то есть, вот это вот неадекватное с ними тяжело. Из-за этого я говорю, кто работает по 100 долларов, там, по 150, я не знаю. Там, наверное, вообще, я не знаю, там, они в шалашах, может, работают, может, там, ну, я не знаю, как они работают. То есть там себестоимость просто С некоторыми индусами общались Они себестоимость показывают За какой период они времени выводят Сколько они зарплату платят Когда переговоры ведешь Такие достаточно Что они делают, как они делают Сколько времени на это уходит Получается, что нет такого Может они обманывают, конечно Не знаю В четверг человек Спросите, может быть ответит Я не знаю, я у него не спрашивал По поводу Когда мы это узнали Вот этой темой в октябре Люди это делали еще в марте То есть нам не безызвестный ролик Когда нам там показывали холдер Для держателя там Планшета или какой-то херни Рассказывали, как это дорого Людям стыда нет, грубо говоря Рассказывать об этом Что вот так это дорого Как это все круто Какая-то секретная информация Что вообще там, я не знаю Что-то такое произойдет Одновременно это делали За 200 долларов ученикам Вот, которые это рассказывали Но смысл такой, что Никого не забанились Хоть слава богу Вот, из-за этого Туссора сказать И про корзину, когда говорят Что там у вас товар будет в резерве И про то, что Когда Амазон будет чистить И увидит, что Куча аккаунтов Ваш товар положил в вишлист Или там в корзину Ну да, можно предполагать Но такое ощущение Они делают что-то другое Ну вот просто вот это Это такой цинизм Вообще просто, я мое Это вот Ну, я не знаю В жизни не поверю Что вот они сидят Сначала положат в корзину Потом, наверное, придут Обязательно заберут Ну, программу настроить Я могу одно сказать Программа хороша Туда можно заложить Вот эти действия Положить в корзину Через там какое-то время Вытащить из корзины Ну, пример показывает одно Зато эти программы Толком не могут вывести Высокочастотники Со всеми своими Вот этими наворотами Какие они там у них Замечательные все Или еще Имейте в виду Вот люди сделали анонс У нас будет Самое крутое Вообще продвижение И все остальные там Боятся нас Блин, через Прошло полтора месяца Бах, опять что-то новое у них Опять еще лучше все стало Какие-то проценты Какие-то эти, какие-то те Ну, понятно Кручу-верчу Запутаться хочу я Чтобы не возвращать деньги Ну вот Мы даем спокойно Сто процентную гарантию Возврата денег Мы не боимся просто Есть работа Сделали Не сделали работу Деньги Отдай Распишитесь Получите Все, в чем проблема Есть, конечно, геморройные Такие, так скажем Клиенты Но, в принципе, со всеми решали Не было никаких проблем Я не сижу здесь И в группе Не баню Так что Я думаю Отзывы Если были бы Написали Мне Мне без разницы Если пишут По делу К чему нет Так Все Последние вопросы И спать А то уже спать охота Что-то Так что В четверг Приходите И спрашивайте Какими Айпишниками Проксами Люди пользуются Я думаю Это не секретная Никакая информация Но опять Им отвечать Они в этом Специалист Так Денис Подскажите Пожалуйста Имеет ли Смысл Делать Как можно Больше Вариаций Изделия Цвета Размера Или лучше Остановиться На нескольких Наиболее популярных Как влияет Количество Вариаций Изделия На его Аранжирование Вопрос Такой Мы Летом Осенью Считали Что чем больше Тем лучше Сейчас Мода пошла Такая Что все Попробовали Есть такая История Что на старте Лучше Не пользоваться Вариациями Вообще Чем меньше Тем лучше Первое Вы экономите Просто деньги Второе Как правило У вас пойдет Например Продажа Хорошо По одному Товару А два Товара Соответственно Плохо Соответственно Два Утянут Один Вниз Глубоко Скорее Так А если Вы Хотите Эти вариации Просто Чуть-чуть Попозже И все Когда у вас Будет паровоз Тогда он Сможет То есть У него хватит Мощности Вытягивать Вот эти вариации Когда вы Вытянете Например Если у вас Паровоз Взяли Две Три Еще Вариации Понятно Когда Размеры Вариантов Нет Я говорю Про цвета У кого-то Вообще Разные Товары Десятками Ну это Еще раз Говорю Когда У вас Уже Зрел Лисин Когда Он Работает Когда Он Зацепился Зубами Там Насмерть Вот Это Полезная Вещь Все Остальное Я бы Не советовал То есть В принципе Думаю Так Лаконично Так Жду Вопросы И По Домам Если Они Конечно Есть Ну В принципе Тогда Наверное Все Было Приятно Пообщаться В четверг У нас Будет Как обычно Лайка 20.00 По Москве Вот И будем Обсуждать Тему Продвижения Товаров Надеюсь Надеюсь Я напишу В любом Случае События В группе Вот И Надеюсь Будет у нас Продвижение Через Так называемые В кавычках Индусы Вот Наш Наш Способ То есть Именно Продвижение 12 Низкочастотных Среднечастотных Запросов Со 100% Гарантией И удержание 10 дней Человек Который Конкретно Вот этим Заведует У нас В команде Он Думаю Расскажет Более Внятно Чем я Все Лайвы Хранятся На Твиттер Странице Во-первых Сейчас я кину Твиттер Страницу Я просто Это самое Завел Не знаю Пригодится Мне когда-нибудь Социальными Сетями Не пользуюсь Но Для таких Вот вещей Я чисто Рабочий Вот в Твиттере И еще Есть у меня Страница У нас Амазон Лайв Вот Еще Скину Ссылочку Я сейчас Кстати Делаю письмо Хочу Разослать По всей Группе Потому что Многие Просто Не понимают Вообще Куда попали Как попали Что делать Вот И там Будет Такая Письмо Как бы Разъяснение Там Правил у нас Как бы Таких жестких Нет Расписывать Не хочется Особо Но В любом Случае Такую Как бы Записку Буду Всем теперь Раскидывать Не знаю Кстати Как Разослать Всем старым То есть Люди Которые В Facebook Группе Есть Сейчас Всем Разослать Вот Эту Анкетку И Хочу Раскинуть Но В любом Случа Вновь Приходящим Буду Стараться Раздавать Такое Типа Анкетки Чтобы Они Узнали Что Есть У нас Таблица Инструментов Есть Facebook Live Facebook Страница На которой Все Лайва Хранятся Ну То есть Потихонечку Буду Развивать Вот Эту Тему Чтобы Человек Зайдя В эту Группу Понимал Вообще Для чего Эта Группа Зачем Эта Группа Создавалась И Где Есть Вот Где Все Это Есть Я В Skype Всех Добавляю Так Что Добавимся Если Там Skype Бывает Подвисает То есть Просто Попозже Добавлю Вот Если Что Напишите Мне Facebook В любом Случа Я Вас Просто Сам Лично Добавлю Вот Так Что Буду Теперь Еще Маленькую Анкетку Давайте Так Что Не Удивляйтесь Если Я Попытаюсь Разобраться Как В Facebook И Всем Участникам Группы Разослать Единую Вот Эту Анкетку Все Было Очень Приятно Всем Удачи Всем Пока Хорошего Вечера